Мышка у нас работает в данном случае как по Bluetooth от компании Ugreen, модель MU-006. Мышка у нас работает в данном случае как по Bluetooth, так и просто по 2.4 радиоканалу. Соответственно, мышка позиционируется как бесшумная. Давайте попробуем сначала посмотреть, как у нас ведут себя кнопочки. Нажимаются кнопки мягко и плавно. Приятно, но даже, надо сказать, непривычный ход, довольно-таки короткий. И как можете слышать, шума практически нет при нажатии. Даже вот я сильно нажимаю очередью. Вот одиночный. Правая даже как бы чуть тише шумит. Сможен мне просто скажет. С колесико здесь чуть-чуть погромче. Кнопка, точнее колесико. Само колесико очень непривычно, мягко идет. Здесь, соответственно, кнопка переключения разрешения. Ну так, средняя она, скажем так, по шумности. И здесь у нас боковые кнопки вперед-назад есть. Ну тоже практически не слышно их. Но здесь, справедливости ради у многих мышек, они такие бесшумные. То есть здесь в основном вот упор на эти кнопки. То есть шума действительно практически нет. Далее в этой мышке, что мы видим? Видим вот такое вот прорезиненное покрытие для удобного хвата. Но минусом является то, что все липнет. Вот, например, у меня налипла кошачья шерсть. Хотя мышку я распаковал буквально тут 20 минут назад. Уже чипа пользоваться я толком не успел. Соответственно, вот у нас уже оно таким образом выглядит. Зато, в принципе, здесь очень удобный хват этой мышки. То есть для ноутбука я считаю, что достаточно оптимальный размер, например. То есть можно на персоналке использовать, на обычном компьютере. И вот, и как я ранее сказал, уже для ноутбука нам нет нужды, в принципе, использовать адаптер, который идет в комплекте. Вот он у нас. Ой, комплектный адаптер на 2.4, тоже фирменный. Точнее, с логотипом Ugreen. То есть можно либо использовать его, тогда просто, как обычно, классическая беспроводная мышь. То есть подключаемся к USB порту и просто нажимаем кнопку, любую кнопку на мыши. У нас, собственно, все сопряжено, мышка работает. Либо, соответственно, подключаемся к Bluetooth. Но нам уже должна у нас быть, соответственно, операционная система работы. То есть если нам нужна мышка вне операционки, да, условно, то, соответственно, нам нужен этот передатчик. Однозначно. Но это редко, когда она нужна. Вот. Либо мы можем без передатчика, чисто здесь построенному Bluetooth, найти Bluetooth-устройство. Вот эта мышь на нашем, например, ноутбуке. У всех ноутбуков есть Bluetooth сейчас, да, и просто без каких-либо передатчиков. То есть если мы его потеряли, либо просто мы провода внутрь его положим, чтобы не потерять. И когда он понадобится нам на компьютере, где-то где Bluetooth нет, мы его вытащим. Когда у нас ноутбук, мы просто подключились и пользуемся именно по Bluetooth-у мышкой. Вот. То есть два режима по Bluetooth-у, ну, просто надо будет найти устройство. Здесь же просто воткнул и пользуйся. Частота в обоем случае 2 ГГц, 2,4 ГГц. Просто в одном случае протокол Bluetooth-у, в другом, соответственно, здесь немножечко иное решение применяется. Низ мышки у нас выполнен вот в таком виде. Здесь такие у нас прорезиненные подкладочки, как их правильно назвать. Здесь у нас кнопка включения. Здесь у нас отсек с батарейкой. Батареечку вот я уже купил, самую дешевую щелочную. Здесь у нас, соответственно, вот под наш USB-свисток. Отсетчик я буду тестировать и с компьютером, и с ноутбуком проверять. То есть по Bluetooth-у и по 2,4 просто каналу беспроводному. Посмотрим, в каком режиме она лучше. Оно у нас варьируется от 800 до 4000 dpi. Конкретно 800, 1200, 1600, 2000, 4000 dpi. Рабочий ток у нас заявлен как 40 миллиампер. Ну и поддержка операционных систем. Здесь любая винда практически. Заявлен по крайней мере 7, 8, 7, 8, 1, 10, 11. Макос заявлен 10,5 выше. Линукс, хром, хром АЭС. То есть все популярны в данный момент операционки. Мышка, кстати, легкая. Пока я еще не завешивал. Но даже здесь с элементом питания будет достаточно... Она не тяжелая выглядеть по весу. Подойдет, соответственно, как под женскую руку небольшую, как так, как и... Соответственно, под достаточно большую мужскую руку. Хват здесь удобный. Включился к компьютеру через стандартный свисток Logitech G102. Посмотрим, как она у нас по звуку. Колесико и разрешение здесь, в принципе, я не буду переключать. Линия потом настраивать так. Боковые кнопки. Но основной нас, конечно же, интересует вот эти кнопки клавиши. Теперь смотрим. Ну, то есть тише, как минимум, в два раза вот эта мышка. Может быть, даже и в три. Вообще не слышно по сравнению с этой. Давайте ее аккуратно взвесим. Около 70 грамм вес. Это, соответственно, без элемента питания. И вот элемент питания весит примерно 22 грамма. Элемент питания вот такой SmartBuy щелочная. То есть солевая батарейка будет еще легче, но она, соответственно, у нас уже будет чуть похуже. Ну, у нас, конечно, в плане токов в основном хуже, но по емкости, скорее всего, тоже. Так, по поводу габаритов. Длину у нас примерно около 10. Даже 10,5 где-то сантиметров. Ширина примерно около 6. Выставлено самое максимальное разрешение. 4000 DPI. И вот он у нас, как скачет курсор. Ввожу мышкой. Так, теперь переставляем режим на самый низкий, на 800 DPI. Для этого удержим кнопку смены разрешения. Мигнул один раз. Значит, у нас сейчас как раз-таки первый режим. Так, и вот смотрим, что у нас произошло. Вот у нас курсор сразу такой стал медленный. Так, переключаемся. Второй режим. Для этого опять-таки удерживаем клавишу. Раз, два. Второй режим. Уже побыстрее. Третий режим. Так, третий режим у нас 1600 DPI. Второй, по-моему, был 1200, если я не ошибаюсь. Так, это 1600. Следующий режим. Четвертый режим 2000 DPI. Ну, и пятый режим я уже показывал. Если однократно нажимать на клавишу, то здесь загорается синим. Мышка сейчас пропадет. У нас, это у нас включится режим Bluetooth. Зеленым, соответственно, в режим включается радио 2.4. Но у меня сейчас на компьютере стоит и донгл. Плюс еще и Bluetooth есть. И подключал я и так, и так мышку. Уже, то есть у меня они по Bluetooth было в сопряжении. То есть, если я переключаю сейчас здесь, то у меня она, в принципе, работает. Что так, что так. То есть, в обоих случаях все нормально функционирует. Блютус. Похоже, 125 Гц это у нее потолок. У игровой мыши получается у нас в 10 раз практически. Ну, чуть поменьше, чем в 10 раз. Там 1020, что ли, было Гц. Что-то около того. Здесь вот он потолок. Смотрим частоту вопроса. Максимум у меня 1025 Гц получилось. Ну, сейчас около 900 Гц вот я и вожу. Мягко. Ну и кнопка здесь еще приключения. Шума никакого практически вообще нет. Колесико тоже, в принципе, бесшумное. Вращается вообще прям непривычно, мягко. Ну и кнопка здесь еще приключения. Разрешение. Тоже бесшумное. И вот еще. Также бесшумные боковые кнопки. Кнопка вперед, кнопка назад. Здесь у нас стоит сенсор сам. Фотосенсор. Там снизу смысл смотреть. Плату, наверное, нет. Здесь светодиод у нас, индикация текущего разрешения. Сейчас, может быть, плату сниму. По всей видимости, преобразователь. Вероятно. Здесь у нас такой вот флюс. В таком большом количестве. Здесь тоже какие-то следы флюсы. Здесь, видимо, пытались что-то отмыть. Вероятно, не смогли. Так. Здесь у нас контроллер млютуса, по всей видимости. Так. Маркировочка. Плохо видно здесь. Сувеличим. Так. УАМ 6621DQ. Это ввязка его. Еще один светодиод. А, ну, не один, это тот же, который светит. Все понятно. Это у нас индикация текущего режима. Работа. Здесь у нас питание, по всей видимости. Преобразователь. Вероятно, повышайка. Потому что она полтора вольт работает. Вся оптическая система. Выключатель S1. Ну и вот тут куча флюса. Так. Сенсор у нас... А, нет. Маркировка. Я сразу, кстати, не обратил внимания. Думал, он без маркировки. Маркировка-то у нас у сенсора есть. PAW322.0DB-TGDS. В принципе, здесь особо больше ничего интересного нет. Ну, вот эти явно синие кнопки. У них ресурс больше. Не просто так, они синие. Здесь немножечко по-разному нажимается. Ход, что ли, у них. Да, у них разный ход. Вот этих, у двух черных, по-моему. Сколько я могу видеть. Ну, в целом, вот такая вот здесь платка. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ